Привет-привет, близнецы! Меня зовут Мустафина Ирина, и это Таро-расклад для вас на неделю с 29 июля по 4 августа. Сегодня мы посмотрим три подсказочки на картах Таро, и одну карту возьмем из Оракула, как подсказку на предстоящую неделю. Что ж, давайте приступать к раскладу, смотрим первое событие, первую карту. Солнце. Карта Солнца – символ света, радости, успеха, благополучия и счастья. На этой неделе вас ждет свет, тепло и ясность ума. Вы сможете виртуозно справиться со всеми трудностями и достичь желаемого. Ваша личная жизнь также будет складываться удачно. Если вы уже состоите в отношениях, то они будут стремительно развиваться. Если же вы еще не нашли вторую половинку, то вам определенно стоит открыться новому, и в скором времени эти лучи любви смогут добраться и до вашего сердца. Карта говорит об успехе и самореализации вас на этой неделе. Вы находитесь на пике своей энергии и возможностей. Возможно, стоит приложить немного усилий, и карьера пойдет в гору. Солнце – символ благополучия и изобилия, поэтому сейчас вы можете быть уверены в своем будущем. В ближайшее время удача не оставит вас в финансовых делах, и настанут безмятежные времена, когда возможности для зарабатывания денег сами начнут приходить в вашу жизнь. Также карта Солнца указывает на крепкое здоровье. Вы точно ощутите прилив сил и бодрости, а хорошее настроение только в этом поможет. Кстати, смотрите прогнозы по вашим основным трём знакам зодиака – по солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Так вы будете больше видеть ясную картину происходящего, и, конечно же, будете получать больше подсказок судьбы. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте по этим видео дату, время и город своего рождения. Я вам отвечу и напишу знак асценденту и Луны в вашей натальной карте. А мы смотрим ещё одну подсказочку. Король чаш. Король чаш говорит о справедливом, добром и надёжном мужчине, возможно, начальнике или друге. От такого человека на этой неделе вы можете получить своевременную помощь или совет. В целом эта карта говорит об успехе, об окончании какого-то кризиса в вашей жизни, о том, что она уступает светлой поросы. А это уже, кстати, вторая карта, которая говорит о том, что это очень удачная для вас неделя. Возможно, король чаш описывает вас, независимо от того, мужчина вы или женщина, как человека, который на этой неделе способен проявить сочувствие, человека, у которого есть способность легко сопереживать и понимать других, а также управлять своими эмоциями. Возможно, вы будете выступать для кого-то в роли домашнего психолога, когда нужно выслушать, понять и дать мудрый совет. Если же вы одиноки, то данная карта указывает на перспективное знакомство, романтическое свидание с удачным финалом. Друзья, напоминаю вам, что каждую последнюю субботу месяца я провожу бесплатные эфиры в Телеграм-канале. Там мы с вами общаемся, гадаем, и я отвечаю на ваши вопросы. Так что переходите в Телеграм, подписывайтесь, и жду вас уже в эту субботу, 27 июля, в 19.00 на эфире. Если у вас уже есть вопросы ко мне, пишите, я выберу самые интересные, и в самом начале эфира буду на них отвечать. А мы смотрим еще одну карту. Следующая карта, шестерка чаш. Возможно, что на этой неделе вы встретите человека из своего прошлого, с которым у вас когда-то были хорошие отношения. Кто знает, может это как раз будет тот самый король чаш, или это человек, который вас до сих пор любит, но не сильно проявлял свои чувства, а сейчас, судя по солнцу, сможет вам признаться. Или в целом на вас вдруг в какой-то момент нахлынут какие-то воспоминания о счастливых временах, такая, знаете, ностальгия. Карта говорит о том, что трудности отступили, и теперь пришло время, чтобы с надеждой посмотреть вперед, строить планы и мечтать. Может появиться желание обновить что-то в своей жизни. И посмотрим карту из Оракула, как подсказку на предстоящую неделю. Карта показывает, что ваше воплощение на земле не случайно. У вас есть две главные миссии – развивать свою душу и помочь другим пробудиться. Лучший способ исполнить и то, и другое – прислушаться к своему сердцу и пойти навстречу своему призванию. У вашей души есть много уникальных даров. Некоторые из них могут быть вам известны, а другие вы только начинаете узнавать. Помните, что какой бы ни была ваша миссия, для нее были выбраны именно вы, так как она под силу именно вашей душе и вам. Если вы находитесь на пороге чего-то нового, карта подтверждает, что именно это было вам уготовано. Если вы сомневаетесь в себе, карта призывает вас не бояться и сделать шаг навстречу судьбе. Возможно, именно к этому моменту готовилась ваша душа все свои предыдущие воплощения. Итак, ифа-афирмация, исходя из информации от карт на эту неделю, которая даст вам силу и энергию, чтобы все для вас сложилось самым наилучшим образом, такая. Я призываю силы и дары души, обретенные в предыдущих воплощениях, без страха и сомнений готова или готов проявить их себе сейчас. Я шагаю навстречу зову души. Теперь я готова или готов. В моем сердце бездна любви и мудрости. Они помогут мне понимать людей и вести со собой. Я примеряюсь с прошлым. Оно привело меня туда, куда надо. Запишите эти слова для себя и повторяйте их каждое утро на этой неделе, чтобы запустить энергию полосы удачи и везения. В качестве подарка от меня я выложу в телеграм-канале для вас красочную заставку с этими аффирмациями, которые можно поставить себе на телефон или рабочий стол, чтобы ежедневно подпитываться энергией любви, гармонии и радости. Переходите и забирайте. А если вы хотите получить ответы на личные вопросы и узнать, что ждет только вас и как использовать эти знания, закажите индивидуальный прогноз. Пишите в WhatsApp или Telegram «Хочу знать больше о прогнозах». И я пришлю вам информацию об этой услуге. Всем вам желаю подобрать ключик, который решит проблемные ситуации и откроет двери для любви, гармонии и радости. Огромная благодарность за обратную связь, ваше мнение, комментарии, репосты, помощь и поддержку этому каналу. Не забывайте подписываться, впереди еще очень много интересного. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok